Решил, должен сказать, это гениально, чувак, старик, это прям класс, вообще плакал, но ты знаешь, вот здесь надо вот чуть-чуть поменять и вот здесь поменять эту, а вот это не очень, ну как бы попробуй еще, композиторы, народ, конечно, тонкий, чуткий, к ним нужен подход. Тишина на площадке! Мотор! Начали! Всем привет, это подкаст «Кинопрофессии». В нем мы берем интервью у профессионалов индустрии и узнаем, как устроена их работа. Меня зовут Максим Матющенко. А я Дарья Сафронова. В подкасте мы хотим показать обратную сторону киноиндустрии. Наши разговоры будут интересны всем, кто любит кино, и тем, кто просто его смотрит, и тем, кто его создает или только мечтает попасть на съемочную площадку. Понятно, что индустрия не будет такой, как раньше, да, как и весь мир. Во втором сезоне мы также обсудим изменившуюся реальность и перспективы. Наш подкаст можно послушать на Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, YouTube-канале подкаста «Кинопоиска», CastBox, Google Podcasts и всех прочих платформах. А теперь еще на сайте «Кинопоиска». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. Сегодня мы говорим про композиторов в кино. И расскажет нам про эту профессию Алексей Айги. Композитор фильмов «Страна глухих», «Любовник» и «Мой сводный брат Фрагенштейн» Валерия Тодоровского, «Орда» Андрея Прошкина, «Правда, Хирокадзу Кареэды», «Сериалов Каменская», «Немцы» и многих других. Создатель ансамбля 4.33 и четырежды лауреат премии НИКа. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. После такого вступления хочется полежать. Почему? Ну, как-то много всего, да. У нас у всех есть какой-то такой образ композитора, сочиняющего музыку, такой творческой, сложной личности, может быть, отшельника, такого творца. А когда речь заходит про кинокомпозитора, то как будто чуть более прикладное и понятное представление об этом человеке, более ремесленное, что ли. И есть даже как будто некая репутация, да, как там всякие советские композиторы, писавшие музыку для кино, для них это скорее была некая подработка, какой-то способ выживать, нежели творить. Как будто на второй ступени под настоящим творчеством она существовала. Но там с развитием кино, конечно, это уже стало полноценной, самодостаточной профессией. Как вы относитесь к этому распределению и как вы определяете вообще кинокомпозитора? Кто этот человек? Ну, вы правы абсолютно, что романтический образ композитора совсем другой, чем образ кинокомпозитора, особенно современного, да. Мне кажется, в основном сейчас это уже какие-то менеджеры звуков и офисные работники, а не композиторы. Про советских композиторов, ну, для кого-то это правда, да, как если говорить про Губайдулину и Шнитке или Волконского, а если говорить про великих кинокомпозиторов советских, там, как Артемьев, Гладков, Рыбников и так далее, то это как бы совершенно, конечно, другая история для них, по моему мнению, конечно, это было главное направление их творчества. Они писали, конечно, и пишут до сих пор какие-то вещи, там, и для оркестров, и симфонии оперы и так далее, но мы, к сожалению, их меньше знаем, и вот они в нашем сознании абсолютно как именно авторы киномузыки. Ну, опять же, вот я это уже говорил в интервью, лучше написать хорошую киномузыку, чем плохую симфонию. А как бы вы определили, чем отличается кинокомпозитор от композитора в классическом его понимании? Ну, в первую очередь, что и там, и там, конечно, есть ситуация заказа, да, то есть нельзя сказать, что композитор в классическом понимании обязательно сидит и пишет для себя в стол, это происходит, конечно, но и в старые времена, да, все композиторы, вообще все, на самом деле, композиторы классической, до классической эпохи, там, начиная с Баха, Пёрсова, Генделя, продолжая Бетховена, Монсор, там, и так далее, венскими классиками, они все писали по заказу, то есть музыка, это была, конечно, такая забава для богатых людей, никто не мог себе позволить просто так писать музыку, за исключением, там, каких-то миниатюр, но симфонические произведения, мессы, в общем, духовная музыка вся писалась по заказу, под конкретное исполнение, поэтому, в общем, ну, тут есть сходство, да, с современной профессией, это потом уже появился такой романтический образ композитора, который сидит, пишет в стол, ну, такие были, там, Брукнер, например, писал в стол своей симфонии, Шуберт писал практически все в стол, ну, кинокомпозиторы, конечно, их работа, это, в первую очередь, работа по заказу, и, конечно, в довольно строгих рамках, но уже все по-другому, потому что заказ стал другим, да, ну, понятно, что это аудиовизуальное произведение, музыка пишется под картинку и так далее, то есть уже более строгие какие-то рамки, ну, и понятно, что из-за того, что сейчас у нас 21 век, кажется, хотя ощущение, что мы вернулись в 20-й, очень много разной музыки требуется от одного композитора писать и электронную музыку, и симфоническую, и все это смешивать, и размешивать, и солить, перчить, и все остальное. А чем музыка вне кино отличается от музыки в кино? Ну, вообще, мы можем всегда узнать киномузыку, если мы ее слушаем по радио. Есть какая-то такая четкая привязка, что вот мы слышим, а, ну, вот, понятно, это музыка из фильма. Если говорить про больших голливудских композиторов, то это такая симфоническая, помпезная музыка, очень часто, но с таким ярким тематизмом, который дает какое-то ощущение героического или лирического начала, она такая немножко бесстыдная. Может быть, какие-то есть киномузыки, которые мы не можем так узнать, но они как бы и меньше похожи на киномузыку. У меня было как-то подключено радио какой-то французской с киномузыкой. Ну, я как бы послушал, конечно, мне надоело довольно быстро, потому что 95% киномузыки вне фильма либо становится просто саунд-дизайном, как сейчас вот больше принято, либо это становится, ну, каким-то там сиропом красивым, вкусным, но сладким очень. То есть у вас есть какое-то отношение к киномузыке, как к какой-то чуть меньше, чем симфоническая музыка? Есть ли вообще какое-то взаимоотношение там композиторов и кинокомпозиторов друг к другу? Не скажу, что у меня прям преднабжительное отношение к киномузыке. Нет такого, да. Я как бы к современной музыке могу относиться с достаточным скептицизмом. Вы ведь сами ей занимаетесь. Ну, да. В общем, я скептически отношусь ко многому, что происходит. Отношения между композиторами серьезными, да, и к кинокомпозиторами, конечно, они с большой снисходительностью относятся к деятельности таких, как я, в киномузыке. Хотя я не кинокомпозитор, конечно, классический. Я все-таки много выступаю как исполнитель. Я играю, пишу музыку для ансамбля. Ну, в общем, да, я не классический кинокомпозитор, поэтому я как бы в сторонке стою. Ну, в России нет такой зависти, да, к кинокомпозиторам, которые зарабатывают немножко больше, наверное, чем в среднем по палате. Ну, например, там в США, да, я думаю, что есть большая ревность к Джону нашему Уильямсу, потому что он все-таки очень богатый человек. При этом, конечно, большой мастер своего дела, да, он пишет симфонические партитуры на высочайшем уровне, и он пишет тоже серьезную музыку. Это вот недавно написал скрипичный концерт, Анна Софьи Мутер, замечательная скрипачка его играла, и, ну, и как бы это обходит с абсолютным молчанием, конечно, в традиционных классических средствах массовой информации, посвященных академической музыке, я имею в виду. То есть, как бы никто не будет рассматривать качество, да, его музыки, просто потому, что он богатый и успешный человек. В общем, сложное отношение, сложное отношение. А что определяет хорошую музыку в кино? У нас вот часто говорят, что хорошую работу в кино какого-нибудь цеха можно оценить, когда ее не видно. То есть, типа, если не видно работы оператора или работы актера, то это хорошо сделанная работа. Также, или работает с музыкой, или наоборот, есть какая-то музыка, которая, наоборот, слишком должна быть запоминаемой, замеченной, и в этом ее... Ценность. Ценность, да, качество. Вы знаете, чем прекрасно кино, что, может быть, миллион вариаций. Может быть так, что музыки не слышно, она работает и так далее. Может, не видно игры актеров, это гениальный фильм, а, может быть, не видно игры актеров, это плохой фильм. Может быть, один актёр переигрывает Или не переигрывает, но как бы Мы видим его игру, как в фильме Джокер Там постоянно его Как бы мощное присутствие И это может быть прекрасный фильм, а может быть, плохой фильм Ну, в общем, это всё столько, чем прекрасное кино Что миллион вариантов Миллион всего может быть Может быть интересно, может быть плохо, может быть нет Для меня хорошая музыка, которая не слышна Это значит, что это всё-таки Скорее, саунд-дизайн, а не музыка Она может быть прекрасна, может быть, работать И это может быть гениально. Если мы говорим про более классическое кино, то, наверное, яркий мелодизм – это только помощь такому кино, как и его отсутствие. То есть, может быть, самая яркая сцена фильма, где нет вообще никакой музыки, а может быть, наоборот. Все зависит от вкуса режиссера, в первую очередь, воли продюсера, таланта композитора и бюджета саундтрека. Действительно, очень индивидуально, но какие-то общие, не знаю, критерии оценки хорошего, уместного или неуместного наверняка же все-таки витают в воздухе. За что дают условный Оскар за музыку? Ну, раньше Оскар давали, конечно, за большой голливудский стиль, большая форма, с хорошим мелодизмом, музыка, которая как бы работает на общую историю. Ну, и, конечно, надо говорить, что в основном давали Оскар за драму, поэтому там должна была быть какая-то такая музыка, которая говорила о переживаниях. Да, может быть, больше драматизм и так далее. Знаете, это такая вещь вкусовая. Одному нравится Ханс Симмер, а другому наша исландская девушка, которой я никогда не смогу произнести имя, сколько я стараться, которая получила там Оскар за тот же Джокер. Речь идет про композитора Хильдор Гуднадоутер. Ну, хорошо, действительно, субъективно. А какая музыка нравится вам? Что вы считаете удачным примером киномузыки? Мне может нравиться и то, и другое. То есть я там могу с большим удовольствием посмотреть «Властелина колец» какого-нибудь условного, да, там, когда все выходит, и большой симфонический оркестр. Ведет нас в катарсис. Да, вот куда-то туда, да. И также я могу посмотреть с удовольствием «Джокер», где ощущение, что это записано на домашней студии, на велончели, да, немножко там шумов и так далее. Далее, дилей включили, и тоже это прекрасно работает. Ну, из всяких удачных, если говорить не про классических композиторов, Тренд Резнер делает интересные саундтреки. Ну, они при этом еще технологичные, да, и хорошо записаны. Или там, скажем, Джонни Гринвуд делает неплохую, так скажем, музыку. Хотя я слышу, что ее написал гитарист, когда я ее слышу, потому что это всегда слышно. Вот мы поговорили про композиторов, кинокомпозиторов. Еще в современном кино появились такие саунд-продюсеры. Кто эти люди? Отличаются ли они от кинокомпозиторов? Как разделяются задачи? Раньше все было просто в классическую эпоху. Был композитор, был режиссер, да. Это касалось и французского кино, и советского, и американского кино. Понятно, что в американском кино всегда было большое влияние продюсеров. Они могли там решать за режиссер какие-то вещи. Но как бы вот все-таки была связка режиссер-композитор, самое важное. И как-то, в общем, по закону, да, композитор – соавтор фильма, да. То есть, он как бы стоит там на четвертом месте. А если из авторов, то на третьем месте, да. Там режиссер, сценарист, композитор, да. Это авторы фильма. Как бы по логике и по закону, ну, композитор должен иметь какие-то права на свое видение, свое мнение. И делать, в общем-то, вещи, которые он считает нужным, потому что хотя бы он просто знает, что это такое. Это все я подвожу дальше к следующим профессиям, которые появились позже, да. Ну, вот саунд-продюсер, наверное, да, если мы говорим про большое голливудское кино, где вот звуковая дорожка фильма, там 200 треков, да. Потому что там есть шумы, голоса, миллион всего и так далее и тому подобное. Если мы говорим про какое-то авторское кино, ну, какой саунд-продюсер? Это просто деньги на ветер. Ну, как бы режиссер с композитором всегда могут обо всем договориться. Вот, если мы говорим не саунд-продюсер, еще есть супервайзеры, да, музыки. Как бы вот сейчас очень такая профессия большая, важная. Вообще изначально супервайзер музыки, вот то, что и родилось в Соединенных Штатах Америки, это человек, который занимался очисткой прав, в первую очередь, подбор треков, потому что сложная история, это огромный бизнес, огромные деньги купить. Там трек Rolling Stones за 100 тысяч долларов на одну минуту или Дэвида Боуи. И у нас они начинают как бы диктовать свои условия. Например, во Франции супервайзеры очень часто подбирают композитора для фильма. То есть, не подбирают треки, они выбирают из композитора. То есть, они работают агентом. И это еще одно звено между композитором и режиссером. Как мне кажется, не особо нужное, да. Может быть, иногда оно нужно, если режиссер там в этот момент занят съемками и так далее. Я могу заблуждаться, но мне кажется, сам продюсеры пришли больше, знаете, из такой современной музыки, прямо из вот хип-хопа, рэпа, где эта терминология более уместна даже к самой записи треков исполнителей. И она как будто переложилась на кино, совмещая в себе такие организационные, что ли, функции и такой верхнеуровневый творческий контроль. Это часто встречается в сериалах, там, в той же эйфории, когда какой-нибудь приглашенный большой, там, не знаю, Дрейк или какой-то популярный музыкант выступает, во-первых, большим именем, да, которое привлекает людей, и каким-то верхнеуровневым вкусовым контролем. Да, наверное, так и есть, да. Все это пришло скорее, да, из битмейкера и саунд-продюсера, да. Они, конечно, нужны вот в этих местах, но тут такая проблема, да. Вот саунд-продюсеры хип-хопа, битмейкеры, они, в общем, так сложилось исторически, да. Эта музыка, она создана из чужой музыки очень часто, да. Ну, это сэмплы, и это нормально в стиле, там, хип-хоп, когда мы берем, там, полюбившийся сэмпл бас-гитары, там, из 60-х годов, на нее накладываем это и тому подобное. Это такой стиль. Если мы говорим о кино, то это начинается и кончается просто плагиатом, да. И у нас вот, ну, половина музыки в сериалах, даже не половина, а 70%, это копии, конечно, чужой музыки. Я не считаю всегда композиторов в этом виновными. Вы знаете, внуждают очень часто просто копировать чужую музыку. Со мной тоже такое бывало, когда говорят, нет, ну, вот то, что ты написал, нет, вот нам нужно вот прям вот так, как здесь. И это называется убрать копирайт. Как вообще начинается проект для композитора? Кто ему звонит, что рассказывает о проекте? И что нужно рассказывать о проекте? Звонят разные люди. Когда сформулировано странно, ты сразу понимаешь, что ничего хорошего не будет. Потому что мне звонили от одного очень известного режиссёра российского и сказали, здравствуйте, мы от того-то, скажите вашу вилочку. Я говорю, что сказать? Ложечку, вилочку? Они говорят, ну, как вилочку, ну, от скольки до скольки ваша стоимость? Я говорю, а можно мне прислать фильм или сценарий хотя бы почитать? Они сказали, да, и исчезли. То есть, тут было понятно, что как бы я не вписался в вилочку, хотя я даже не сказал свой гонорар. Но просто для меня как бы обсуждение гонорара всё-таки это второй вопрос. Ну, звонят иногда режиссёры лично, с которыми я знаком. Незнакомые режиссёры, молодые бывают, пишут что-нибудь. Ну, или там продюсеры и так далее и тому подобное тоже звонят и говорят, здравствуйте, Алексей, вот как у вас со временем? Вот у нас проект, та-та-та-та-та-та-та-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И начинается разговор, да. Ну, конечно, я сразу спрашиваю, какие сроки, готов ли проект, что сняли, что не сняли. В общем, проекты, которые ещё не сняли, только идёт разговор, обычно 80% ничего не будет. Между тем, что люди собираются снять кино и тем, что не доходит до конца, большая очень история проходит. В общем, обычно это люди звонят, которые в производстве, и что-то получается, что уже что-то сняли в процессе монтажа. Что вам нужно из этого первого разговора для себя выяснить? Имели режиссёры, сценарии, монтаж, что для вас важно, сроки? Представьте, что вас слушают те, кто вам звонят сейчас. Расскажите им один раз, чтобы все звонили с чётким тазом. Может, мы вам облегчим жизнь и больше не будут звонить с первым вопросом о вилочке? Да нет, ну, всё очень просто. Надо посмотреть хотя бы какой-то материал, желательно не две сцены смонтированы, а уже что-то такое как бы готовое, чтобы материал нравился. Ну, я спрашиваю, конечно, кто режиссёр и так далее. Ну, после этого, говорю, мне нравится, давай, ну, и мы переходим к следующему вопросу, обсуждение сроков и стоимости. Ну, всё, дальше садишься и работаешь. А когда оптимально подключать композитора? Вот вы говорите, что сразу просите смотреть монтаж, но есть ли смысл подключать композитора заранее, чтобы он по сценарию вдохновился? Как это бывает? Кому-то иногда нужно, да, для фильма, чтобы музыка была записана, написана до кино, и они под неё монтируют. Ну, это прям 5%, наверное, то есть очень маленькое количество. Кому-то нужно в процессе, вот чтобы я подключился. Раньше как бы даже ходили, сидели долго в монтажке. Сейчас после пандемийные времена вообще перестали даже знакомиться лично с режиссёрами и монтажёрами. Ну, мне, конечно, хочется, если речь там про кино, какой-то грубый монтаж, ну, может, там первые 20-30 минут, чтобы понимать какой-то ритм, как всё происходит. Если мы говорим про сериал, ну, наверное, надо иметь одну серию или две, чтобы начать. Вот обычно одной серии достаточно, чтобы понимать, где там какая тема стоит. Всё-таки это в сериалы такая вещь достаточно наработанная, да, там примерно одна и та же музыка, если нет каких-то резких перемен в процессе, да, там из драмы он превращается в комедию или наоборот. Вот, одной серии достаточно. А как вообще происходит коммуникация? То есть как режиссёр объясняет композитору, что он хочет? Как в идеале это сделать? Референсы, мудборды какие-то, примеры, насвистывание? Насвистывание – это конёк Валерия Тодоровского. Вот, он действительно мне там насвистывал чего-то. Ну, раньше классический режиссёр, размахивая руками, говорил, ты понимаешь, старик, тут надо… И ты ему говорил… Вообще, на самом деле, ну, в советское время показывали на фортепиано где-то композитора, желательно в доме отдыха, где-нибудь в доме творчества. Вот, потом они напивались. Ну, вообще, это очень важно, на самом деле, кроме шуток, человеческий контакт с режиссёром, потому что, если его нету, то это большая проблема. У меня были проекты с режиссёрами, с которыми не заладилось, и не заладилось так, что даже процесс прерывался. Ну, или доходил до конца, и мы расходились. Поэтому очень хорошо, когда у тебя есть какое-то дружеское-недружеское, но у меня есть друзья-режиссёры, да, с которыми я подружился в процессе работы. Не скажу, что самые лёгкие люди в профессии в итоге, но как бы это сильно помогает, во-первых, избежать конфликтов, потому что там, скажем, Андрей Прошкинс, с которым мы дружим, он из меня может долго тянуть жилы, требует то, что ему нужно. Вот, а если бы это был человек, к которому у меня не такие хорошие отношения, наверное, он бы не вытянул из меня все жилы, которые пожелал бы. Вот, поэтому, да, конечно, хорошо иметь какой-то человеческий контакт и с режиссёром, и с продюсером, с монтажёром. Это очень важная, на самом деле, профессия, в первую очередь, для композитора и для режиссёра, конечно, это последнее как бы звено, которое спасает фильм, и не спасает, оно его делает, да. Поэтому монтажёр для меня иногда даже более важен, чем режиссёр, потому что режиссёр смотрит нашу работу с монтажёром, которую мы совместно там обсуждаем, и говорит, хорошо, нехорошо. А как правильно сформулировать задачу? То есть, описать настроение, отправить какой-то референс, или, наоборот, не трогать и дать самому, сделать выводы, как усилить эту сцену или как её доработать музыкально? Вы знаете, в последнее время, конечно, все избалованы референсами, и это, с одной стороны, хорошо, потому что это ускоряет сильно процесс. Если говорить про сериалы, это вещь такая обязательная, потому что производство сериалов – вещь очень быстрая, материала надо много, но это, конечно, немножко отбивает мозги у композиторов. Вот, в частности, я про себя могу сказать, что у меня мозги не работают уже без референсов. Нет, они работают, конечно, но мне для этого надо сделать какие-то не сверхусилия, но усилия, да, то есть, чтобы прям с нуля начать работу без всякой референсной музыки. Это круто, дико интересно, но это, грубо говоря, ну, плюс две недели пустоты, да, но, может быть, будет очень интересный результат, а, может, нет. То есть, бывает, что референсная музыка тебе дает такой сильный толчок, если она хорошая, и по делу, что ты пишешь совершенно другую музыку, легко и радостно, и все хорошо. А бывает, что референсная музыка тебя загоняет в тупик, ты пытаешься ее скопировать, и терпишь, и терпишь. Представьте, что нас слушают режиссеры. Вот как им поставить правильно задачу для композитора? Задачу никто ставить, на самом деле, не умеет толком. Я вот даю мастер-классы в высшей школе для сценаристов и режиссеров, для режиссеров. И я говорю, ребята, кто ходил в последний раз на симфонический концерт? Там человек 20-30, ну, несколько рук поднимается. Я говорю, вы не смеетесь, ну, вам надо сесть в зал, желательно, поближе к оркестру и послушать, как это может фантастически звучать. И вы можете посмотреть, что за инструмент, чего играет, да, просто имейте представление, потому что все уже привыкли к этому однообразному, непонятно электронному или там, пускай симфоническому такому облаку, который звучит, они не разделяют эти инструменты, не понимают, как это может быть мощно, не мощно, все электронное сейчас, особенно в сериалах. А вот разочек послушать, даже не разочек, а немножко не в смысле образования, а в смысле именно техники. Вот ты слышишь, как скрипки играют, вот там ударные. Это может быть очень неплохой, как бы, истории для режиссеров. Дальше уже, он может быть абсолютно госноязычный, но прекрасно сказать двумя словами, здесь облако закрывает солнце. Я напишу музыку, потому что я пойму, у меня это отразится как-то внутри меня, и я напишу здесь прекрасную или не очень музыку. Алексей, как пишется музыка? С чего начать? Придумывается ли мотив какой-то в голове? Или вы сидите с инструментом в каком-то таком акте взаимодействия, и что-то рождается? Да, у нас есть представление, мне кажется, из кино, из сериалов, что сидит композитор или перед пианино, как вы сейчас. Заваривает себе кофе и что-то напевает об этой сцене. Ну, сколько композиторов, столько, наверное, и так, хотя, на самом деле, немного вариантов. Либо люди пишут в компьютере, используя синтезатор, миди-клавиатуру для того, чтобы набирать звук. В основном так все сейчас пишут. Либо люди пишут руками ноты на бумаге или в том же компьютере. Ну, и третий, когда человек просто делает, если говорить о амбиентной музыке какой-то электронной, то он ее создает непосредственно тоже в компьютере, нажимая всякие кнопочки, фильтруя и так далее. Но это больше техническая сторона, с точки зрения именно написания музыки, откуда начинается первый поток мысли. Ну, это важно тоже. Техническая сторона важна. Я чаще всего, конечно, сижу за пианино, фортепиано и что-то тыкаю по нотам, по отдельным, по двум-трем, смотря в экран. А с чего начинается? Ну, вот с чего угодно. Если там референсная музыка, ну, ты послушал, и даже иногда вместе с ней начнешь что-то наигрывать, потом ее выключаешь и делаешь что-то свое. Если музыки никакой нету, то начинаешь думать, что-то наигрывать опять. Ну, как бы вот что-то начинает у тебя звучать, не звучать. Некоторые композиторы вообще не смотрят в экран. То есть, они один раз посмотрят и пишут сами по себе. Я, в общем, конечно, пишу под картинку, чтобы понимать, что там происходит. А как выглядят этапы создания и утверждения музыки для фильма? Я имею в виду, есть ли какой-то процесс? Например, я вот фантазирую, что вы сначала ищете какую-то мелодию, какую-то основную тему фильма. Может быть, какие-то лейтмотивы, которые будут сопутствовать или отражать какие-то другие драматургические лейтмотивы фильма? Возможно, их утверждаете с режиссером. Это мои фантазии. Расскажите, как это на самом деле происходит. Я люблю начинать с начала фильма, то есть, не прыгать по кускам. Понятно, что бывает такая сцена, где нужно написать что-то в первую очередь, или, может быть, она проще, и ты начинаешь с нее. Но обычно все-таки как бы начинаешь с начала, примерно вот здесь что-то пошло, и как бы есть какое-то такое развитие от начала до конца. Ну, напишешь там тему в начало, в середину, там первые 15-20 минут, напишешь 3-4 композиции, отправляешь режиссеру или монтажеру, подставит, послушает и скажет нет. То есть, начинайте с темы. Ну, да, 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 с чего-то все-таки такого, да. Когда тебе говорят нет, ты говоришь, ладно, спасибо, до свидания, уходишь домой мрачный, сидишь. Потому что режиссер должен сказать, это гениально, чувак, старик. Это прям класс, вообще плакал. Но ты знаешь, вот здесь надо вот чуть-чуть поменять, и вот здесь поменять эту. А вот это не очень, но как бы попробуй еще. Композиторы народ, конечно, тонкий, чуткий, к ним нужен подход. Потому что, ну вот, не всем работает, когда говорят, это лажа. Вот на меня так не работает. Потому что я все-таки стараюсь, когда это делаю. Если это лажа, я сам знаю, что это лажа. Не надо мне об этом говорить. Ну и дальше как бы начинаешь что-то менять, добавлять и так далее. Ну, дальше все очень индивидуально, да. Есть режиссеры, которые каждую композицию надо слушать от начала до конца. А некоторые говорят, ну вот, направление мне понятно, давай работай дальше. Увидимся на банкете. Ну, не совсем так, конечно, но подход у всех разный. А как дальше работать с монтажером? То есть музыка пишется под сцены, под смонтированный некий, залоченный монтаж? Либо монтаж подстраивается под музыку? И как это? Ну, обычно пишется музыка под какие-то сцены. Дальше, может быть, там какое-то чуть-чуть двигается туда-сюда. Но если надо монтажеру, то он может монтировать под какую-то музыку абстрактную. То есть я могу иногда, вот сейчас там был проект Extrame it all the brute Рауля Пека. И я писал под монтаж. Потом он сказал, слушай, я хочу, чтобы ты освободился от вот этого всего, потому что ты пишешь, я знаю, что это музыка, которую ты пишешь. Это восьмой фильм, который мы делаем. Иди и напиши мне музыку, которую ты никогда не делал. Не смотря в экран, иди и сделай. Я пошел на студию, я на скрипке записал, там, может 7 или 8 скрипок, стучал, кряхтел на ней, делал всякие звуки. И действительно, это музыка, которую я до этого не писал. То есть и под нее уже были смонтированы, в общем, самые важные сцены этого проекта. Ну, такой путь тоже возможен. Имеется в виду фильм Рауля Пека «Уничтожьте всех дикарей». Правильно я понимаю, что вы воспринимаете фильм как целое произведение, и музыку к нему, соответственно, тоже. То есть ваша задача не только придумать там основную тему, но и заложить, как бы поддержать темпо ритм, заложить тишину, где она нужна. Возможно, даже указать звукорежиссеру, который будет сводить весь этот материал, какие громкости, где важно заложить, чтобы музыка звучала так, как она должна звучать. Ну, указать звукорежиссеру, к сожалению, я ничего не могу. Когда у тебя написана музыка, которая в общем уже под голоса у тебя она уходит вниз, то есть ты как бы работал месяц, а он музыку эту слышит, ну, первый раз или второй раз на перезаписи, и он сидит, мышкой её так вот так красиво рисует, громче, тише. Музыка, особенно если там это не электронная подкладка, а симфоническая музыка, которая стоила очень дорого в производстве, на неё потрачено куча денег, и он потом просто её вот так одним движением руки может увезти куда-нибудь, потому что ему так захотелось. Конечно, да, и возвращаясь к вопросу, если речь о фильме или там о четырёхсерийном сериале, ну, восьми сложнее уже, конечно, я смотрю как общее целое, я хочу сделать, чтобы были какие-то арки внутри фильма, чтобы тема появлялась. Не обязательно там тема героя, она не нужна, да, она может быть, может не быть. Может быть там тема чего-то, но она даёт какие-то точки опоры для кино, появляясь то там, то сям. И, в общем, это достаточно такая важная вещь, которая может очень многое дать для фильма, потому что там особенно ближе к финалу, когда там музыка уже была, и она вдруг появляется снова, она либо даёт, честно, не будем остановиться, выдохнуть перед финальной сценой, или наоборот, она её подготавливает, или рассказывает чего-то, что ещё есть. Кроме того, музыка, у неё есть своя собственная логика развития, которую, к сожалению, не все понимают режиссёры, но при этом понимают слушатели, потому что они эмоционально её, грубо говоря, воспринимают просто на эмоциональном уровне, и она говорит немножко свою историю параллельную, да, вот о чём говорили классики, что музыка советского кино, что не должна музыка следовать тупо картинке, она должна вести какой-то с ней диалог, и это неожиданно даёт очень такую большую глубину к картине. Есть вид про сериалы, ну, вот в рамках одной серии, там легко можно сделать как бы всё, там есть начало, конец, середина, кто-то кого-то убил, здесь это самое, кто-то убегает, догоняет, но если говорить про там 8-16, да, мы не говорим про 100-серийные проекты, где просто набор тем раскладывается, то там уже, конечно, сложнее держать всё это в голове, я там после 8 серий начинаю уже уставать, но такие вещи есть, конечно, особенно когда ты делаешь всё подряд, всё очень срочно, тебе прям по одной серии скидывают, и ты доделываешь, что-то рождается и тому подобное. Прям вот в прямом как бы таком диалоге с сериалом, но вот если говорить про сериал «Немцы», вот именно так и было. Из-за пандемии все сроки были сдвинуты, делалось всё дома, на домашней студии у меня был треугольник в трёх странах людей, с которыми я работал, и вот мы после первой, второй, третьей серии уже просто я не успевал даже посмотреть, я смотрел четвёртую, пятую, шестую серию и дальше, и прям вот практически в прямом эфире мы, не зная историю, как бы продолжалось написание музыки, и это было интересно, и она как бы сильно меняется к 8 серии, то есть она как бы, у неё есть какая-то собственная жизнь внутри сериала. музыка 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 А бывает ли такое, что композитор присутствует на съёмках? Да, я присутствовал на съёмках, но не так часто, как хотелось бы. Мне кажется, с фильмом «Правда» был какой-то эпизод. Мне с интересом, да, был на некоторых французских съёмках просто посмотреть, как это всё происходит, а ну а на съёмках фильма «Правда» Хиракадзу Куре, да, он первым делом позвал меня ощутить атмосферу дома, в котором будут происходить съёмки. Это во Франции, да, это его первый и единственный проект европейский. Он приехал в этот дом, чтобы… и там писал сценарий. И потом он сказал, что вот во время съёмок я прошу вас приехать и посмотреть, ощутить атмосферу дома, походить. Я приехал там в это время, шли съёмки уже, там был Эттан Хоу где-то ходил. И тут я иду, дом старый, половицы… Атмосферные. Да, и на меня оборачивается вся группа. Я замираю в ужасе. Вот, в общем, это было довольно весело. Но, конечно, дело не в этом, а в том, что самое первое задание, которое у меня поступило от КРЭД, было написать музыку для сцены, когда Контриденёв играет саму себя. И надо было написать музыку как бы из шербургских зонтиков или другого знаменитого мюзикла, в котором она снималась в молодости. И, в общем, это была, на самом деле, не очень простая задача. Он говорит, ну вот надо написать такую музыку, чтобы все потом напевали, насвистывали. Я говорю, это замечательно. Напишите хит, пожалуйста. Да. У вас там две недели. В общем, мы написали парочку там вариантов, прислали. Он сказал, нет, мне нужно ищать вот этот. Он очень аккуратно говорил, знаете, вот эта музыка, мне кажется, совсем не подходит, но, может быть, вы написали другой сцене. Сообщите, пожалуйста, какое место в сценарии она может подойти. Замечательный подход. Потом вот он принял музыку, мы записали музыку для съёмок, я отправил, и он сказал, ну, вы знаете, мы будем играть её живьём, нужны музыканты. Желательно, так как они должны быть все возрасты Катрины Данёв, даже постарше, потому что это музыканты, которые играют на улице в Париже, и увидев её, они сразу её вспоминают, это же не должна быть молодёжь. Желательно, чтобы всем были 70+. Задача была хорошая, поставлен. У меня есть пара приятелей, которые выглядят, они помладше, но выглядят достаточно подходящие, они все седые. Один контрабасист из Парижа, другой гитарист, который живёт у меня в соседней деревне, очень хороший. Барабанщика я позвал на одном проекте, его видел, себя понятным, что он подойдёт, и он мне там ещё сказал, вот у меня есть аккордеонист, он уже на пенсии, он давно уже не играет, но это то, что тебе нужно, ему 70+. Вот, мы все собрались, я говорю, надо, чтобы тот на скрипке играл. Он сказал, ну ладно, пускай один будет помолвом. И в общем, пришлось мне самому играть. Всё было дело чуть ли не в ноябре или в конце октября в Париже. Съёмки были ночные, потому что это площадь. И в общем, мы там часа три репетировали, сначала с дублёрами. Это была самая такая сцена, сцена фильма, где все главные герои, Катерин Денёв, Жилет Бинош, Итан Хоук и ещё другие актёры, все там и все танцуют. Порепетировали с ними, я думал, что будет фонограмма, они сказали, не-не-не-не, мы сейчас запишем живьём. Я говорю, это же не будет. Она говорит, ну, мы как-нибудь справимся. В общем, и мы там раз сто её сыграли, нас снимали. Да, я читала, что какое-то сумасшедшее количество дублей было с живой музыкой. Ну да, потому что был один дубль, где они все танцуют, мы стоим, камера ходит между ними снимать эти, потом сверху с одного этажа, а потом с седьмого этажа они ещё сняли то же самое. У них не было несколько камер, была одна камера, ну, может быть, две одна, стационарная одна вот такая, поэтому это была масса дублей. Потом всё это, конечно, отрезали. Изначально Катерина Денёв шла, как я играл на скрипке, мне навстречу, это было очень красиво, она останавливалась в шаге от меня и улыбалась, а я играю. А потом, конечно, был тоже процесс, они склеили вот это всё из этих миллионов дублей, понятно, что там чуть-чуть всё не совпадало. И нам пришлось в Москве переписывать всё заново, уже под картинку с играющими музыкантами. Ну, меня нет, есть моя рука, если очень сильно на замедленной показать, как она входит, моя рука в кадре со скрипкой. И в фильме о фильме там чуть-чуть больше, по-моему, есть план, меня видно, одну секунду. Но у меня есть фильмография актёра Каннского лауреата. Давайте перейдём к вашей команде. Конечно, композитор такая единица, но работает он, очевидно, не один. Давайте вы нам расскажете, с кем взаимодействует композитор. Ну, вообще, изначально я всегда делал всё сам, писал партитуры, даже не умея этого, я научился этому в процессе. Ну, у меня есть музыкальное образование, но как бы я, в общем, самоучка. У меня есть моя группа, ансамбль 433. В начале, естественно, в самые первые саундтреки, и там «Дом на трубной», это не мое кино, и «Страна глухих», мы записывали вместе с ними. Я чуть-чуть туда добавлял какие-то инструменты, он там разрастался на от 7 человек до 15. Естественно, я писал всё сам, были какие-то кусочки импровизации, потому что я очень люблю вставлять в музыку импровизацию, там, себе я почти никогда не пишу партии, я импровизирую очень много. Музыканты мои тоже импровизируют. Ну, вот такой был подход изначальный, который вот все самые первые саундтреки были сделаны с ансамблем, начиная от «Страна глухих», кончая Каменской, фильмом «Марс» и так далее и тому подобное. Субтитры создавал DimaTorzok где-то там понадобился струнный оркестр, ну, такой камерный оркестр, не струнный, это был уже фильм Тодоровского, наверное, «Любовник». Ну, то есть вы пишете какую-то основную тему или, может быть, даже полностью расписанную партитурой, и дальше вы зовёте музыкантов для записи. Или же вы советуетесь, ну, в моём представлении написать партитуры на столько разных инструментов, ну, очень сложно, это огромная музыкальная компетенция. Как вы вначале говорили, вы слышите, когда музыку пишет гитарист, потому что, ну, бывает, действительно слышно, когда тот или иной композитор очень любит скрипку или сам на ней играет, и музыка написана под скрипку. Привлекаете ли вы кого-то к помощи для написания партитур? Вообще, у больших композиторов есть большая команда. У маленьких композиторов один человек. Ну, на своём примере, давайте коротко, я всегда работал один и писал, я сразу пишу партитуру обычно. Раньше я больше, ну, было меньше инструментов, всё было попроще. Там, скажем, бас-гитаре я пишу только как бы основы, потому что он лучше меня может придумать и так далее. Там, ударник тоже я ему что-то намечаю, он может что-то добавить. Если идёт речь о симфонической музыке, то тут уже никто ничего за тебя не симпровизирует. Им надо писать все ноты от начала до конца. Такой первый огромный симфонический проект, это было 2005 год, наверное, это был гибель империи, когда такой большой симфонический оркестр я в первый раз использовал. Ну, как бы я, ну, что, ну, как бы взял, посмотрел партитуру Чайковского, Рамса, ну, что-то такого, где люди знали свою работу. Ну, и написал. Чего там? И все симфонические проекты, конечно, надо писать партитуру от с нуля до конца, потому что все эти вот потом что-то доделаю, это не работает. То есть надо очень скрупулёзно к этому подходить. Несколько проектов мне помогали оркестровщики, потому что, ну, есть оркестровщики, естественно, лучше, чем я, и вообще, конечно, это отдельная профессия, особенно в Голливуде это уж точно. То есть там как бы несколько человек могут этим заниматься. На несколько проектов больших мне частично помогали с оркестровкой, ну, в основном, конечно, где-то чуть улучшить, но где-то просто из-за того, что у меня не было времени всем заниматься, ну, есть три проекта, где не сам всё я делал, да. Ну, скажем, в Скорой Эдой там камерный оркестр, я написал, конечно, всё от и до, ни одной ноты, никто мне ничем не помог. Если говорить там про западный подход, ну, вот я общался с Александром Деспля, у меня была забавная довольно-таки история, я её уже рассказывал, ну, что моя мама писала ему текст для песни хоровой до фильма «Курск». Ну, в общем, мне позвонила знакомая актриса Динара Друкарова, которая живёт в Париже, сказала, слушайте, а никто на русском языке текст не напишет для хора? Я говорю, маму напишет. А мама моя уже написала случайно совершенно для Миты, для фильма «Шагал Малевич» текст. Там была песня, которую она была написать для фильма. Случилось, что моя мама была в гостях, она живёт довольно далеко от меня в Тверской области, я был в Москве. Она в этот момент заехала, это прямо такое стечение обстоятельств. Я говорю, вот тут такие слова надо написать. Она говорит, о, я лучше напишу. Я говорю, мам, ну, напиши. Мама написала для Миты, и всем понравился больше мамин вариант, мы его записали. Ну, когда позвонили от Деспля, я сказал, конечно, мама напишет, зачем нам это? И через пять минут зазвался звонок, бужо, это был Деспля, мы с ним поговорили, говорит, вот нужно написать хор, это там будет сцена в фильме «Курск», Томаса Виттенберга, который потом, к сожалению, не за этот фильм получил Оскар, и он говорит, ну, вот я сейчас вам пришлю небольшой демо электронное, чтобы понимать, какой ритм, и о чём примерно должна быть песня. Он мне прислал, опять-таки было абсолютное совпадение, что в этот момент мама приехала в Москву, она приезжает раз в год. Она прям чует, когда нужны тексты. Да, чует, когда Десплязва. А она в этот момент уже уходила, уезжала к себе в деревню, там у неё поезд, электричка, она взяла свой телефон Nokia, приставила к компьютеру, записала электронную фотографию Деспля, и я ей написал ритм, там, тарату-ту-та-та-та, тарата-та-ту-та, ну, чтобы ей было проще писать текст. В общем, она поехала на электричке и уже, отъехав 3-4 станции, прислала мне первое купли. Я там немножко подправил текст, поэтому я стою в соавторах. Ну, в основном мама, конечно, всё написала. Текст записали, и потом мне попросили записать эту музыку, потому что они думали записать это бельгийским хором мальчиков, которые, если бы спели по-русски, было бы что-то чудовищное. Ну, в общем, они говорят, можете найти хор, спродюсировать запись. Я говорю, окей, я позвонил на масс-фильм Геннадию Папину, звукорежиссёру, он говорит, сейчас найдём. К сожалению, были каникулы, поэтому мы собирали по сусекам хор, там, детский и мужской. И в этот момент вот я понял, что такое контора Александра Деспля. То есть, со мной общалось 5 человек. То есть, с ним я общался пару раз, как бы, но со мной общался кто-то, кто занимается общим направлением, оркестровкой, чего-то там. Кто-то прислал мне партитуру в этом виде, я им отпрошил в другом виде. То есть, там огромная, конечно, команда у него была. Я сильно ему позавидовал, потому что это совсем другое. Потому что, в общем, на неё работы 5 человек, а я один сижу дома, пишу 40 минут симфонической музыки, после этого складываю компьютер, беру с собой принтер, тележки на колёсиках и еду на масс-фильм, потому что мне дома лень печатать ноты. И на масс-фильме нажимаю кнопочку, и оркестр получает ноты. То есть, как бы, я один работаю за человек 8, который работает на каком-то таком небольшом западном проекте. Вот такая история, потому что у нас там приходится делать всё самим. Есть ли какие-то свои стилевые, жанровые предпочтения, решения у композиторов, или это некая универсальность? То есть, если у тебя ромком надо идти к какому-то определённому композитору, а если хоррор – к другому, или это не имеет значения? Думаю, что есть, конечно, разделение по тому, кто чего умеет, любит делать, хотя бы по технике, да, там ромком и так далее. Это человек, который дома сидит и делает всё на синтезаторах. Хоррор тоже можно делать в компьютере, да, но как бы там исторический фильм, то да, это надо писать желательно с сифоническим оркестром, и, соответственно, немножко другая компетенция нужна. И я думаю, что, конечно, и среди западных композиторов, ну, Джон Уильямс – это как бы сифонически большое кино, а Трэн Трэзнер – это такие драматические архаусные истории, скорее, да, и будет странно, если Трэн Трэзнер напишет музыку Гарри Поттеру, хотя было бы неплохо, наверное. Ну, если говорить про меня, то, наверное, я всё-таки больше работаю в драме, хотя мне нравится и работать в комедии, и в какой-то абсурдной истории. Исторические фильмы мне тоже интересны, и, конечно же, ну, я вот в ромкоме точно не смогу работать, наверное, потому что где надо вот эти кусочки, тряпочек таких музыкальных везде раскладывать, наверное, нет. Давайте перейдём к нескольким таким более простым техническим вопросам. Расскажите, в каких программах работают композиторы? Ну, многие работают в Cubase, да, как бы забивать материал, делать демо и так далее. Есть две основные партитурные программы, где люди пишут ноты, да, современные композиторы – это Финале и Сибелиус. Вот я работаю в Сибелиусе, потому что он больше заточен на аудиовизуальную программу, и в финале мне было лень изучать в тот момент, когда она появилась. Вот в основном я всё пишу в Сибелиусе, и дальше уже, если нужно какую-то сделать демо, я могу делать даже из Сибелиуса. Если надо сделать звук получше, то я отправляю, мне помогает мой ассистент, у меня есть во Франции ассистент, он мне помогает сделать ВКонтакте, это контакт, да, не ВКонтакте. Он там делает, подкладывает звуки, сэмплы хорошие, чтобы это всё звучало для ушей продюсеров и режиссёров более приемлемо. Дальше вопрос, если это там сериал, и мы делаем всё в электронном виде, соответственно, ну, мы там же и продолжаем работу, то есть это подбор сэмплов, звуки, записываются там какие-то живые ударные, я могу записать скрипку, что-то ещё живое может записаться, но как бы основа электронная, да. А как его, кстати, проходит запись, вот вы начали говорить про то, что после написания дозаписываете инструменты, как проходит запись? Ну, делается сначала какая-то основа гармоническая, да, там записывается ударный, если это современный проект, ударный бас, клавишные инструменты, потом, ну, если прям надо скрипку, ну, вот я записывал скрипку для какого-то проекта, который был онлайн, я просто дома, кстати говоря, как-то даже у меня ничего тут не было, кроме зума, я записывал дома на обычный зум, ну, это не зум, в котором мы находимся, конференция, а записывающее устройство, я записал скрипку туда и отправил. Вот, конечно, лучше пойти в студию и записывать в студии, это идеальный вариант, но вот сейчас, там, особенно пандемийная история, мы всё делали дома, я отправлял MIDI-файл двум помощникам, вот там Аркадий Марто мне помогал, мой музыкант из 433 и Кристофер Араша, это француз, и мы втроём это делали, один делал один, кусок другой другой, если надо было что-то, мы добавляли, обменивались этим и таким образом работали. Если это симфонический проект студийный, то, соответственно, пишутся ноты, ну, отправляется демо, принимается демо режиссёром, и после этого распечатываются ноты, договариваются там со студией, в нашем случае это масс-фильм, чаще всего, потому что это самая такая у нас навороченная и самая профессионально обустроенная студия, ну, и там обсуждение бюджета, ужимание оркестра, один контрабанс или три и так далее, довольно всё сложно, никогда денег не хватает, никогда в жизни своей я не слышал фразу «у нас много денег на проекте», только то, что у нас их мало. А как записываются песни, ну, то есть солисты, голос? Чем-то отличается запись солистов от просто записи музыки? Ну, нужен, конечно, в первую очередь хороший микрофон, желательно хорошая студия и так далее, но вот сейчас я тут делал дему и записал свой собственный голос, песенку для одного кино, просто потому что, ну, не было, я был вот как раз со своим приятелем-французом, он не смог бы спеть, хотя он поет гораздо лучше на русском языке, это было бы очень смешно, я спел, я отправил это продюсерам, они долго смеялись, вот, потому что я очень трогательным голосом пел немножко, не рок-звезда я, не рок. А как происходит сведение музыки, для меня это стало сюрпризом на одном из проектов, как продюсер неопытный, я столкнулся с тем, что мы музыку там написали, а оказалось, что перед тем, как отдать на сведение звуковое всей дорожки фильма, нужно было отдельно свести музыку, и для меня это был сюрпризом, что это вообще такое? Ну, конечно, сводить все надо, там, вот ты бросаешь, сбрасываешь демо в стерео обычно, а для кино, да, ее надо сводить, конечно, желательно в студии, если это фильм для кино, а не сериал, это 5.1, как бы, сейчас уже там и 7 есть, Dolby Atmos, то надо, конечно, сводить это в профессиональной студии, желательно. В чем заключается сведение, то есть это согласование по громкостям или по каким? Ну, мы берем все дорожки, выкладываем всех рядом, все там 20 штук включаем и начинаем там с каждой отдельной работы, чтобы она хорошо звучала, чтобы, в общем, дало атмосферу. После этого там надо, конечно, это раскидать, если это 5.1, чтобы это был, как бы, общий такой круглый звук. Тут уже скорее вопрос к звукорежиссерам, да, но обычно у нас голоса все-таки идут в первую очередь прямо с экрана, а звук и шумы, и музыка – это больше справа-лево, сзади. Ну, это надо тоже учитывать и уметь, ну, как бы, сводить музыку обязательно, иначе будет ужасно. Алексей, давайте емко поговорим про права, не можем про эту часть музыкальной жизни не поговорить. Как устроена жизнь у уже написанной музыки? Вот когда вы пишете музыку для фильма, вы отчуждаете права на все композиции? И вообще, как это устроено на рынке? То есть, обычно права остаются у того, кто написал? Тут вопрос такой сложный. Ну, если говорить про Россию, обычно все права пишут, мы забираем все права, мы об этом даже не будем с вами обсуждать, потому что у нас телеканал вообще не примет наш договор. И я говорю, ну, я хочу пойти домой. Ну, обычно, да, отчуждаются права, и эта музыка умирает. На Западе чуть-чуть другая, может быть, история, потому что там больше, как бы, возможности договариваться. То есть, я на многих проектах оставил себе права, особенно если там не очень большой гонорар, там, как бы, ты права себе оставляешь на эту музыку. Даже на фонограмму у меня есть права. То есть, они могут забрать авторское право на музыку, но есть неотчуждаемое авторское право у композиторов всегда. То есть, когда музыка где-то звучит, через авторское общество должны какие-то идти деньги в любом случае. Это в России? Во всём мире. Ну, то есть, нельзя отменить то, что вы, Алексей, автор этой музыки, но… Нет, это нельзя отменить, всё равно есть неотчуждаемая часть, но, как бы, есть издательские права, которые там, у нас с этим какая-то полная неразбериха, в Европе чуть-чуть более ясная история, то есть, там, есть издатель, у него там 50% или там 35% прав, и остальные права у тебя, и он, как бы, вот, авторское общество распределяет при том, что музыка звучит где-то с экрана, где угодно, любое публичное исполнение, автор и издатель должны получить за это вознаграждение. В Америке сложнее история, например, что в России, что во Франции, там, в Европе. В общем, когда мы идём в кинотеатр и там звучит музыка с экрана, автор музыки должен получить какой-то очень небольшой процент, естественно, за публичное исполнение, называется. А в Америке нет, то есть, там, если ты пишешь музыку к американскому кино, там гонорары, в общем, повыше, наверное, но прав с кинопроката нет у композиторов. Они вроде бы есть с телевидения, да, но там всё довольно запутанная история. В России мы, по идее, имеем со всего права, но, как бы, кто же за этим уследит-то? Я правильно понимаю, что есть РАУ, с которым в дальнейшем заключают контракты, каналы, радио, кинотеатры, через сложные схемы получают от них какой-то процент от продаж, релиза, рекламы, и это всё делят между владельцами прав, ну, типа, между авторами. По закону РАУ должно отслеживать всё, что происходит, вплоть до того, что приходят на концерты тайком, ну, это редко бывает, в кинотеатрах они следят за, кто что написал и собирают с этого, насколько успешно. Это второй вопрос, ну, более-менее успешно собирают деньги, которые попадают в общий котел РАУ, и оттуда что-то достается композиторам. РАУ – это российское авторское общество для тех, кто не знал и не зарегистрировался и не получает денег до сих пор. А ещё вопрос такой коротенький, и перейдём к следующей теме. Какие ещё есть варианты в дальнейшей жизни у музыки, помимо, вот, как бы, неких государственных авторских обществ? Ну, есть музыканты, которые не подписали договор с РАУ, я думаю, что это довольно сложно для них, история довольно сложная, потому что каждый правообладатель, который хочет использовать музыку, должен напрямую к ним обращаться. Я не уверен, что это будет хорошо работать в кино и телевидении, потому что просто никому не охота этим заниматься будет. Они просто возьмут, запишут на другое имя и до свидания. Ну, скажем, в театры, которые тоже должны по закону договариваться на каждый случай использованной музыки, обычно они не договариваются, они просто берут музыку и платят процент в РАУ. Они должны с этим найти правообладателей или его наследников и заключить с ними договор напрямую. Ну, насколько я знаю, из известных фигур на Егора Летова, по-моему, нет договора в РАУ. Соответственно, они должны обращаться каждый раз к его наследникам, потому что нет договора. Ну, есть ещё и другие истории. Ещё есть истории, что вы член РАУ, но, например, ваша музыка используется в театре или в цирке, и они приходят к вам и говорят, вы можете написать отказ или в концерте отказ от прав в РАУ либо бесплатно, если вы очень добры, либо за какую-то сумму определённую один раз, и вы после этого не получаете дохода с этой деятельности. Ну, в театрах это довольно-таки распространённая система, особенно если заказывают новую музыку, один раз платят, и потом не плачет аштовское право. Давайте перейдём к следующему блоку, поговорим про индустрию коротко. Ну, во-первых, давайте обсудим такой вопрос на повестке. Уже прошло несколько месяцев с событий февраля. Скажите, как ты изменилась в новой реальности индустрия и профессия вот с вашей точки зрения? Наверное, ещё не успела измениться, потому что сейчас в съёмках и в монтаже проекты, которые были сделаны до. Поэтому, ну, в общем, все живут ещё как бы тем, о чём договаривались. Она, наверное, изменится сильно осенью, наверное, в худшую сторону. Но это вопрос количества проектов или формата работы, что вы думаете, изменится? Я думаю, конечно, количество проектов уменьшится. Денег, наверное, не будет, потому что денег больше нет у телеканалов из-за отсутствия рекламы западной. В кинотеатрах, наверное, половина закроется, если не 70%. Соответственно, я думаю, конечно, что количество проектов сильно уменьшится. Гонорары, наверное, под это дело всем порежут. Ну и вообще будет, наверное, другой немножко подход к выбору людей, которые работают в этом бизнесе. Вот. Поэтому достаточно пессимистические прогнозы. Ну, что делать людям, надо как-то жить. Каждый год появляются новые режиссёры, они заканчивают вузы или просто приходят откуда-то, как и композиторы. Ну, что делать? А такой ещё вопрос про индустрию. Знаете ли вы, сколько примерно в России композиторов, кинокомпозиторов? Есть какое-то, не знаю, комьюнити, общаются ли друг с другом кинокомпозиторы? Состоят ли в одном чатике в WhatsApp? Или в обществе кинокомпозиторов России? Есть какой-то союз кинокомпозиторов России, я в нём не состою. Я состою в обществе кинокомпозиторов Франции. Молодёжь, наверное, общается. Вот люди моего поколения не так много композиторов вообще как бы, потому что я-то пришёл в момент развала всего советского кинематографа в перестройку, да, в позднюю перестройку, да. Они все как-то сами по себе, мне кажется. Ну, я немножко общаюсь с Фюрией Патиенко. Ну, как мы говорим, Юр, привет. А, привет. Ну, как бы, собственно, и всё. Вот. Ну, иногда, когда что-нибудь там, что-то такое происходит, я им звоню посоветоваться или там на этом уровне. У вас есть ощущение масштаба индустрии? То есть, условно, у нас пару десятков кинокомпозиторов или их там сотню рабочих кинокомпозиторов какого-то приличного уровня? У нас, наверное, есть несколько человек приличного уровня, к сожалению. Я могу кого-то и не знать, потому что я не слежу сейчас активно за тем, что выходит в кин на прокат. Но, в общем, ситуация довольно-таки грустная. Ну, не всегда по вине композиторов, опять же, не буду их упрекать, а по вине вот нашей индустрии, которая говорит, делайте как мы, копируйте западных коллег, и будет вам гонорар небольшой. Ну, в общем, рынок небольшой, и можно сказать, что профессия довольно востребованная на самом деле. Нет, я думаю, что композитов, конечно, гораздо больше, чем проектов. Куча народу готова писать музыку, да хоть за бесплатно. Существует проблема демпинга, когда люди приходят и за несколько сот тысяч рублей готовы написать огромный-огромный проект, что не должно быть. Должны быть какие-то рамки, конечно же, но профсоюза нету и не будет. Ну что, перейдем к блоку про обучение. Как начать быть композитором? Хочешь быть композитором – будь им, как говорится. Ну, какие есть вообще принятые пути? Может быть, какой-то академический или более нестандартный путь? Андеграундный. Ну, вы знаете, академический путь слишком долгий, и люди, которые делают хорошо музыку академической, они, в общем-то, чаще всего остаются больше в академической музыке. То есть, вот этот академический путь, да, конечно, возможен. Не факт, что он сейчас сильно востребован, потому что вообще профессионалы, а это всё-таки профессиональные люди, которые выходят из консерватории, востребованы на этом рынке. Ну, не нужны они. У нас все там непрофессионалы. Бывают очень талантливые люди изначально, да, как бы на тюрх талант, которые могут что-то интересное создавать. Ну, например, рок-поп-певцы, там, российские, да, иногда это очень неплохой продукт, может быть, да. Ну, возьмём, грубо говоря, земфиру, да, это очень сильный мелодический дар, и я не знаю, где научилась, и училась ли, ну, наверное, там, в музыкальной школе, да. Но это вообще неважно, да, для того, чтобы создавать хорошие песни, хорошие темы, это не нужно. То есть, можно, конечно, ничего не уметь, и что-то такое делать. Дальше в процессе уже работы, конечно, надо обладевать какими-то профессиональными навыками. Ну, научиться, там, всё, подгонять, там, туда-сюда, быстрее, медленнее делать форму, научиться технике, да, это тоже, как бы, немаловажно. Ну, то есть, и так и сяк можно. Для меня вот этот подход, я хочу писать музыку в кино, но я, знаете, вот сижу дома, и для меня он порочен абсолютно, но это есть во всех странах. То есть, люди сидят дома и хотят стать кинокомпозиторами. Для меня всё-таки первично, что человек должен стать музыкантом, каким угодно, он может в баре выступать. Ну, вот это мой путь, поэтому я про него и говорю. Я создал свою группу, обладая какими-то, конечно, профессиональными навыками, и мы много очень играли везде, где придётся. Это были начала 90-х годов. Ну, и вот таким образом нас заметили. То есть, надо в первую очередь создавать музыку, а дальше она, возможно, найдёт свой путь в кинематограф. Как мы видим на примере многих-многих авторов нашей исландской девушки с непроизносимым умением. Там она пришла из такого альтернативного рока, да, это не рок, конечно, но что-то такое. Такой путь возможен. Делай красивую музыку, хорошую музыку, интересную музыку, и тебе, возможно, повезёт. Ну, вы правы наверняка, что многое можно сделать действительно на ощущениях, на развитии собственной музыкальности, не обязательно академическим путём, но всё-таки расписать партитуры для симфонической музыки сложно исключительно на ощущениях. Ну, это невозможно, но, как говорится, для этого есть специально оплаченные, нанятые люди. Это плохой путь. Для меня он не то что неприемлем. Ну, как бы, мне кажется, что если человек не понимает и не умеет, то за него делают другие люди, результат может быть вроде бы и ничего, но если это, грубо говоря, талант уровня Пола Маккартни, который не может сам написать симфоническую музыку, я думаю, то как бы хорошо. Хорошо, если это талант уровня, не будем называть никакого из музыканта российского, какого-нибудь плохого. Как бы вопрос в том, что там Джон Уильямс или Александр Деспля не делают сами оркестровки не потому, что они не умеют, а потому что они их слишком хорошо умеют делать, и они прекрасно дают указания своей команде, как это сделать. А когда люди не умеют это делать и просто говорят, сделайте нам красиво, вот я написал. И надо сделать симфоническим оркестром, можно, конечно, всё что угодно делать. Но это немножко, конечно, профанация профессии. Ну, допустим, вот наш человек повыступал, стал музыкантом, поднабрался какой-то важной базы, чтобы научиться писать музыку. Как ему найти свой первый проект в кино? Вы думаете, я им скажу? Мы ждём рецепт, карьерный рецепт. Я иногда смотрю чаты каких-то там западных композитов, посвящённых киномузыке. Ну, я думаю, то же самое происходит и в российских. Все думают, ну, я же пишу музыку, у меня, смотрите, ну, прям готовый хансциммер. Ну, это никому не нужно на самом деле, потому что, ну, все копируют Голливуд и думают, что их завтра позовут работать в Голливуд. Нет, вас никогда не позовут с этим работать. Вас позовут, если вы напишите что-то интересное, камерное, для какого-то студенческого, в первую очередь, фильма. То есть, надо идти не в голливудскую студию Мэтмен Голдвин Майер, а идти общаться с молодыми режиссёрами. В киношколы сейчас их масса, да, в России. Не надо идти сразу к Никите Михалкову, а надо идти к молодёжи, общаться с ней, да, выкладывать свою музыку в интернете, да, записывать её, выкладывать. Если вы написали классную тему, ну, есть шанс, что её послушает Человека-3. Но, может быть, один из них... Никита Михалков. Ну, будущий, будущий Никита Михалков, поэтому, ну вот, к сожалению или к счастью, нет никакого... Рецепта. Рецепта никакого нету, да. Наверное, чуть проще, там, сложнее в тот же момент, потому что там огромная конкуренция в Америке, да, огромнейшая конкуренция, там такой уровень среднего композитора выше, чем у нас намного. Но там есть композиторские курсы, которые ведут известные кинокомпозиторы, то есть вот, наверное, если в них участвовать, мастер-классы, есть конкурсы всякой кинокомпозиторской музыки. Есть, конечно, шанс, что тебя возьмут каким-то ассистентом, кому-то помогать. Ну, и дальше, возможно, что-то как-то сложится. У нас это тоже появляется, но скорее в частном формате частных киношкол, пока что ещё не общественно доступных, государственных, но потихоньку тоже заимствуются эти образовательные программы. Окей, допустим, мы стали композиторами, обучились. Ещё два. Псали первый трек. Да. Мы теснили рынок. Вопрос, в чём заключается дальнейший рост в профессии? То есть как и куда стремиться? Это, не знаю, сложность, статусность, масштабность картин, востребованность, личный имидж, стиль, работа на международных проектах. Да, работа с французскими проектами, например. Ну, про это, я боюсь, придётся забыть нам на долгие годы. Вы знаете, ну, в молодом возрасте надо брать всё, что дают. Иначе никаких шансов нету. Я и сейчас в молодом возрасте беру почти всё, что дают. Вот. Поэтому думать о какой-то карьере, ну, как бы, можно, но мне кажется, это абсолютно... Это может быть актёр, может, у которого хороший старт, просчитывать какие-то истории. И то у нас никто не просчитывает, поэтому у нас мы видим вот этих два-три актёра, которые забили экран, и они после этого резко упадут, конечно. Потому что, ну, невозможно смотреть на одно и то же в пяти фильмах в год, да. У композиторов нет, этой проблемы нету, надо брать и работать. У меня была такая не проблема даже, ну, говорили, а, ну, айги везде, типа, ну, айги везде. Что было неправдой. Просто я делал какие-то там давно, да, яркие проекты, про которые говорили. Но работал я при этом меньше, чем многие коллеги по рынку, да. То есть, я там делал один фильм в год, но про него многие говорили, там, если говорить про Орду, там, или Дикое поле, или там Страна глухих. А было ощущение, что я везде, но я бы не везде, к сожалению, не был. Вот. И есть куча народа, у которого работают гораздо больше, чем я, и, ну, как бы, не знаю ничего про их стратегии и планирование, не очень за этим слежу. Просто надо работать. Перейдем к Блицу. Да, у нас в финале есть традиция. Несколько вопросов, на которые нужно ответить. Первое, что приходит в голову. Давайте начнем с более простого. На каких инструментах вы играете? Скрипка, фортепиано, может быть, чуть-чуть бас-гитара. Ну, все практически. Кто ваш кумир среди композиторов? Нет, кумира нет. Творческие ориентиры, возможно, кинокомпозиторов. Люди, которые работают на тех фильмах, которые они хотят, с теми режиссерами, какими они хотят. Ну, если так говорить, то, наверное, Александр Деспла, это не самый плохой вариант, потому что у него есть хороший выбор из того, с кем он может работать. Ну, там, хорошая фильмография. Какой у вас проект мечты? Музыку к какому фильму вам хотелось бы написать? Может быть, из тех, что уже вышли? Вы знаете, ну, были замечательные проекты, но тот же, правда, Хиракадзу Куреэда, это, конечно, был проект мечта, потому что, ну, понятно, что он может быть один в жизни такой, когда японский режиссер с пальмовой ветвью приезжает во Францию снять фильм с двумя крупнейшими звездами французского кино, и ты там работаешь композиторов. Да, это, конечно, проект мечты. Не все там сложилось так мечтательно, как мне хотелось бы, но как бы результатом, в принципе, я доволен. Альтернативная профессия. Чем бы вы занимались, если бы не музыкой? И не кино. Я ничего не умею делать вообще. Ничего. Я не знаю, чем бы я занимался. Я не умею ни продавать, ни покупать. Ничего не умею делать. Барменом не справлюсь. Посоветуйте что-нибудь себе молодому. Представьте, что вы сейчас можете что-то посоветовать, что тот Алексей 10-15 лет назад вас услышит. Что бы вы ему сказали? Надо было купить квартиру в 98-м и сдать ее в 2012-м. Выйти в кэш. Нет, ну мы этим вопросом просто проецируем совет молодым начинающим кинокомпозиторам. Забудьте об этом. Мы все пытаемся выйти на мажор, куда-то к свету. Ну это ироническое забудьте об этом. Значит, я чувствую, что придет та молодая шпана, которая сотрет нас с лица земли, поэтому я и говорю, забудьте об этом. Значит, у вас есть будущее, друзья мои. Это прекрасный ответ на этот вопрос. Стоп! Снято! Всем спасибо! На этом вроде бы все. С вами были Максим Матюшенко, Дарья Сафронова и Алексей Айги. До встречи в следующем выпуске подкаста Кинопрофессии. Напомню, что на подкаст можно подписаться в Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, YouTube и всех прочих платформах. Очень ждем ваши отзывы, оценки и пожелания по темам будущих выпусков, про какие кинопрофессии вам было бы интересно послушать. Для этого пишите на почту подкастсобакакинопоиск.ру и обязательно оставляйте отзывы в Apple Podcast. Ставьте нам сердечки в Яндекс.Музыке, так вы подпишетесь на новые эпизоды. Еще у нас есть телеграм-канал, он так и называется Кинопрофессии. Там мы будем выкладывать интересные, не вошедшие моменты и делиться материалами по теме выпусков. А над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Кусто, композитор Кира Вайнштейн, редактор Даулет Жунайдаров и продюсер Елена Рябцева. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова